Добрый день, дорогие девочки! Меня зовут Тробин Ксения, я директор Международного брачного генства, уже 21 год. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить такой теме, как не обидеть мужчину. Исходная ситуация. Клиентка мне сегодня написала о том, что она познакомилась с одним нашим клиентом, то есть, вернее, они переписывались. Клиентка поехала к сестре в Германию. С кавалером они с этим встретились, провели совершенно замечательно. 6 часов вместе, все супер, замечательно. Есть перспективы на то, что это будет дальше развиваться, но, тем не менее, клиентка хотела бы поехать 15 февраля на нашу вечеринку знаком с Германией. И вот вопрос был такой, что, Ксения, если я поеду, мужчина же узнает, наверное, мне лучше на вечеринку не идти, чтобы он не узнал, потому что, если он в не обидеть, потому что отношения перспективные. Во-первых, когда девушка записывается на вечеринку знаком с Германией, то информация о том, что она пойдет на это, пришла на эту вечеринку или собиралась, получит только те кавалеры, которые дойдут до ресторана. Это не значит, что мы по всем мужчинам рассылаем, вы смотрите, вот эти девочки поезжают. Нет, совсем нет. Информации о том, какие девочки будут на вечеринке в Германии, получают только эти мальчики, которые пойдут на эту вечеринку. И, соответственно, если кавалер на нашу вечеринку не записывался, то он и не узнает о том, что дама на эту вечеринку собралась. Это раз. Но это технический момент. А второй момент. Дама очень волновалась, что если она как бы скажет ему, что она собирается на эту вечеринку, то как бы она его расстроит, она его огорчит, как бы его не обидеть, как его не потерять. Девочки, у меня позиция очень циничная. У них было только первое свидание. И даже второе, как бы пока еще неизвестно, состоялось. На первое свидание дама поехала в Германию за свой счет. То есть это не было приглашение конкретно к этому мужчине в гости. Это было просто, ну просто свидание, просто классное свидание. Да, кавалер не предложил никаких конкретных действий еще. Соответственно, естественно, предложение о том, что давай жить вместе или давай строить отношения, его тоже, как бы пока еще не было. До тех пор, пока отношения не вошли в постоянную фазу, дама имеет право делать все, что она хочет. Как только вы начинаете волноваться, ой, если я пойду на вечеринку, ну как же так, я же его тогда потеряю. Ну он-то пока вам еще тоже никто, у вас даже до поцелуя не дошло. До тех пор, пока у вас до каких-то постоянных отношений и обещаний не дошло, вы имеете право ходить, знакомиться и общаться с кем вы считаете нужным. Безусловно, не надо это афишировать и качать с порога, ты знаешь, а я вот на вечеринку иду. Это вы про себя втайне держите. Но вы имеете полное моральное право идти туда, куда вы хотите. У меня на одной вечеринке была очень забавная ситуация, тоже было в Германии пару лет назад. Кавалер приходит ко мне на семинар, что-то мы общаемся, и тут он как-то так спрашивает, Ксения, а вот там Елена из Кёльна будет на вечеринке. Я говорю, ну вроде записывалась. И тут он вообще побледнел. Оказывается, этот Андреас встретился с этой Еленой. Вот. И на эти выходные, когда вечеринка, он ей сказал, что он поехал на рыбалку, а она ему сказала, что она поехала к друзьям в Бельгию. Представляете? То есть они, получается, оба записались на вечеринку, оба оплатили эту вечеринку мне, и оба друг дружку обманули. Вот. И кавалер бегает, вот просто вот я знаю, вот мы поехали в ресторан, кавалер бегал просто по коридору, он не знал, что делать, по принципу, что как же так, вот вроде же вечеринка, я же хочу, но если я войду в зал, она же увидит, что как бы, что я вот тут. А я ему так и сказала. Я говорю, смотри, тут ситуация простая. Вот двое, оба друг друга обманули. Ты ей наврал, что ты там на рыбалке, а она тебе наврала, что она поехала к друзьям. Вот. По большому счету, после одного свидания вы друг другу вообще ничем не обязаны. Вы можете идти на любые вечеринки, на любые знакомства, потому что отношений, как таковых, у вас еще нет. И тут вступает простое правило. Либо делай, да, и тогда уже не волнуйся о том, что ты делаешь. Либо не делай, если ты считаешь, что это неправильно. Что я вам могу дать совет? Прекратите бояться, прекратите вот это и флексировать. А вдруг я его обижу? А вдруг я его то и его все? Пока у вас нету постоянной фазы отношений, когда вы можете говорить, это мой мужчина, мы планируем будущее, мы планируем уже даже, может быть, семью, перес и так далее. До тех пор у вас пока в фазе встречания и романтики, вы имеете право делать все, что угодно. И не надо думать, не надо, как я еще раз повторю, не надо афишировать о том, что вы как бы в активном поиске. Но до тех пор, пока вам слово заветное выходи за меня замуж не сказали, вы морально имеете право делать все, что вы считаете нужным. Поэтому я категорически против, когда дама только сходила на первое свидание, начинается, Ксения, удалите мою анкету, потому что если он увидит у меня на сайте у вас, он будет нервничать. Я говорю, так у тебя только первое свидание было, о чем мы вообще с тобой разговариваем, дорогая. Первое свидание. Он свои данные у меня не удаляет, он также рассылки получает. А ты, получается, деактивировался, и, соответственно, шансы у тебя познакомиться с кем-то еще через мое агентство стали нулем. Девочки, не надо очень сильно думать о том, чтобы обидеть кого-то, не обидеть. Думайте о себе. Это вам надо выйти замуж. И если мужчине надо, он сделает все для того, чтобы вы свои данные захотели удалить сами. А если он вас только ивнует, заставляет, или вы боитесь куда-то пойти, чтобы его не обидеть, значит, мужчина не тот. Не тратьте время. Ищите того, с кем будет комфортно, с которым реально захочется быть вместе, и ему захочется быть с вами вместе. И не будет такого страха его в чем-то обидеть. Я надеюсь, что мое видео помогло вам. Я буду очень признательна, если вы мне поставите лайк. Я так их люблю. Вы можете подписаться, безусловно, на канал. Тогда вы будете получать обновления о моих видео. И я надеюсь увидеть вас скоро на наших вечеринках.